Кировский район 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 дом Лапшина, который, к сожалению, не сохранился, но в памяти остался в том числе и печальным событием. Именно там простился со своей жизнью его сын Александр. Сейчас в Кировском районе есть сквер доблести и славы. Символом XVIII века является Никита Афанасьевич Бекетов, символом XIX века является Василий Федорович Лапшин, а XX век главный защитник Кировского района – это Михаил Степанович Шумилов. Дело в том, что имя Кирова район получил в 1935 году, и тогда же были определены его границы. На севере это Горная поляна, сейчас эта часть относится к Советскому району. Далее современный Кировский и Красноармейский современный район до Южной черты. Отдельно городской Красноармейский район появился уже только в марте 1944 года, то есть после Сталинградской битвы. Это единственный район в Сталинграде, который не был сдан врагом. Очень активно бытует точка зрения, что Бекетовка пострадала меньше Кировский район в связи с тем, что ее меньше борьбили. Позвольте с этим не согласиться. Дело в том, что снесены были трубы с Талгресса, обстрелы шли жилых домов, о чем свидетельствуют сводки и архивные сведения. До сих пор живут люди, которые пострадали от обстрела именно здесь, в период Сталинградской битвы. Да, здесь не велись военные действия, но обстрелы, зенитные батареи стояли и на территории Кировского района. Станция Бекетовская тоже периодически восстанавливала пути, потому что они подвергались массированной бомбардировке. И даже в ноябре 1941 года станцию бомбили, когда пострадало 72 мирных жителя. А вот оборону южных рубежей нашего Сталинграда вели 64-я армия под командованием Шумилова и 57-я армия под командованием Талбухина. Ведь именно воины 64-й армии пленили в подвале универмага командующего 6-й немецкой армии Паулюса и привезли его на улицу Каланчевскую, так она называлась, а сейчас это улица Красная, Уфинская, 20, в штаб-квартиру Шумилова для первого допроса. И именно 64-я армия с 57-й армии не пустили врага в южную часть города. Сейчас в сквере доблести и славы установлен бюст Михаила Степановича. И кировчане свято чтут традиции, отмечают и 9 мая, и 23 августа именно в этом месте. Если говорить о других знаменитых людях, то обязательно нужно сказать, что уроженкой этих мест является великий композитор Александра Николаевна Пахмутова. Родилась она в 1929 году, то есть это был еще пригород Сталинграда. Здесь она начинала учиться в школе, отсюда уезжала в эвакуацию, вернулась. И отсюда же уехала учиться и в Москву детскую музыкальную школу. Александра Николаевна отмечалась с большим упорством и на рабочем поезде несколько раз в неделю ездила с мамой в музыкальную школу сюда, в Германовский район. И затем уже школа искусств Кировского района стала инициатором проведения международной творческой недели на родине Пахмутовой. Александра Николаевна вместе со своим супругом неоднократно приезжали на этот фестиваль и награждали победителей. Рядом, по соседству с Пахмутовым, жила еще одна интересная семья. Это семья Климовых. Мы знаем фильмы, которые вошли в классику советской фильмотеки «Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен», «Агония», «Иди и смотри». Режиссером всех этих фильмов является Элем Климов, который родился в поселке Сталгресс непосредственно рядом с электрической станцией в 1933 году. А 9 мая 1941 года появился на свет его младший брат Герман Климов. Он стал впоследствии сценаристом и многие картины создавал в соавторстве с братом. Не все картины родились и увидели свет. Так и остались в планах мастера Маргарита, вымыслы. Но, тем не менее, знаменитые братья очень любят свою малую родину и всегда, бывая здесь, в Волгограде, посещали поселок Сталгресс. Сейчас в живых только Герман Климов. 9 мая ему исполнилось 80 лет. Он является хранителем семейных традиций и у них в семье сохранилась уникальная записанная книжка «Энергетика», которую в годы войны ввел его отец. И там четко отмечено и даты борбежек станции, и даты борбежек южного района. Там же отмечались и другие важные события в жизни станции. В 1935-1937 году на этой территории проживала и семья будущего Нобелевского лауреата Жареса Алферова. Так сложилась судьба, что его старший брат затем оказался здесь уже в ходе Великой Отечественной войны и фактически защищал ту территорию, на которой в детстве жил. Жарес Иванович долгие годы дружил с школой номер 100 Кировского района, потому что в этой школе находится музей воинского подразделения, где воевал его старший брат. Жарес Иванович также определил несколько стипендий для выдающихся выпускников сотой школы. Так что традиции, как вы видите, связующие нити известных людей и малой родины в Кировском районе сохраняются. В Кировском районе заканчивал семилетку 24-ю школу и будущий летчик-испытатель Александр Васильевич Федотов. Его уже нет в живых с 1984 года, но некоторые его мировые рекорды по дальности, по высоте полета до сих пор не побиты. Кировский район славен и своими талантливыми современными жителями. Саша Головченко стала участницей Евровидения и представляла Волгоград и Россию. Известные дети, которые снимаются в фильмах, пишут картины. Поэтому добрые начинания и традиции района всячески сохраняются. Традиционными мероприятиями для района являются, конечно же, празднования Дня района в сентябре, Дня Победы, но и памятным датам или известным людям еще проводятся многочисленные мероприятия. На территории района есть свое литературное объединение «Авангард». Есть две школы искусств, которые помогают развиваться юным талантам. Есть целая сеть учебных заведений, школы, лицеи, гимназии, колледжи и вечернее отделение политехнического университета. Так что находят себе и дело по душе и приложение своим рукам как взрослое, так и детское население. Да, к сожалению, Кировский район сейчас переживает не лучшие времена в плане развития промышленности. Но, тем не менее, кировчане искренне любят свой район. И даже в социальных сетях есть группа «Мой дом. Кировский район. Города Волгограда». Опять же, нельзя не сказать о том, что многие писатели и поэты Волгограда так или иначе в своей жизни были связаны с Кировским районом. Это и Татьяна Батурина, и Борис Гучков, и Людмила Зинуева, и Геннадий Дементьев. Здесь долгие годы жил писатель Федор Сухов. Кировский район украшают монументальные произведения Глеб Михайловича Вяткина, который создавал свои монументальные произведения на фасадах домов. Так что Кировский район интересен и в архитектурном отношении. Например, «Зимний клуб Сталгресс» проектировал Сергей Волошинов, тот же человек, который проектировал известный дом солдатской славы. И, по сути дела, улица Первой Пятилетки это своеобразный музей под открытым небом, где каждое здание может рассказать о том или ином периоде Сталинградской битвы. Там есть здание, где начал свою работу первый вернувшийся из эвакуации медицинский институт. Там же на сцене «Зимнего клуба Сталгресс» давали свои спектакли театр драматический имени Горького и музыкальный театр. Там же можно вести разговор и о электрической станции Сталгресс, построенной по плану Гойл-Ро. Так что гостеприимный Кировский район приглашает вас посетить этот своеобразный административный центр Сталинграда 1943-1944 года. В нашем Кировском районе есть единственный в городе музей одного района. Это музей истории Кировского района, который находится на улице Шумилова. Интересный по архитектуре и жилой дом для работников 91-го завода, так назывался химзавод в годы войны. И интересный жилой трехэтажный дом, которые вошли в альбомы по архитектуре нашего города, царицем Сталинграда, Волгограда. Так что Кировский район очень интересен и примечателен во всех отношениях. Гостеприимно приглашают к себе гостей. И очень бы хотелось, чтобы Кировский район стал интересным местом для проведения экскурсий. В Кировском районе родилась олимпийская чемпионка Елена Романова. Ее подготовил тренер Наумов. И что интересно, что она, по сути дела, подошла к олимпийским стартам именно со своим первым тренером. Сейчас популярны достаточно фильмы с участием Камиля Ларина. Он тоже уроженец Кировского района. И ходил у нас в детский сад, начинал учиться в 56-й школе, продолжал образование в Советском районе, а потом вернулся в Энерго-колледж, в Кировский район, где фактически и получил первые пробы сценического искусства в составе ансамбля техникума, тогда еще. Так что Кировский район может гордиться своими славными жителями. У нас очень сильный педагогический коллектив. И более 15 педагогов имеют высокое звание заслуженного учителя Российской Федерации и РСФСР. Так что Кировский район гордится своими жителями. И не случайно по его истории имеется достаточно много уже и видеороликов, и печатных изданий, и поэтических сборников. Интересно, что каждый из поэтов находит тот уголок Кировского района, который ему близок, и ему посвящает свои поэтические строки. Так что поэты, композиторы, учителя, врачи, инженеры, все это крайне интересно для жителей. Большое предприятие, которое существовало длительное время на нашей территории, это был химзавод. Это был рядом с ним и Декокирово, где проводили свободное время как дети, так и взрослые. И поэтому в семейных фотоальбомах Кировчан, по сути дела, запечатлена история и бытовая, и культурная нашего района. Много интересных фактов и событий произошло на этой территории в разное время.